Здравствуйте, уважаемые зрители, коллеги! Представляю образовательный проект Академия туризма Ольги Тимохиной. Темой для первого презентационного урока я выбрала популярный во всем мире вид отдыха – пляжный. При подготовке урока я использовала очень большое число источников, не только русскоязычную и англоязычную Википедии, но также научно-популярную литературу, специализированные интернет-ресурсы. И, конечно, всегда ценен личный опыт и опыт наших туристов. В ходе урока будут небольшие исторические экскурсы, которые дополнят знания начинающих турагентов, ведь ваш турист может быть более опытным, чем вы. Ссылки на файлы с картами и таблицами, другие полезные ссылки вы можете найти в описании урока и в дальнейшем использовать их в работе. И перед тем, как продолжить просмотр, дам вам еще пару советов. Вы можете смотреть урок в удобном для вас скоростном режиме. Просмотр можно ускорить или, наоборот, замедлить. Для этого нужно изменить настройки скорости воспроизведения в YouTube. На мониторе компьютера в нижнем углу есть шестеренка, а в телефоне в правом верхнем углу меню гамбургер. Три точки. Не забудьте сделать изображение во весь экран на мониторе или повернуть телефон. И второй совет. Располагайтесь удобнее, может быть, поставив на паузу, сделайте себе чай или кофе. Можете конспектировать, кому как удобно. Я уверена, что информация, которую для вас подготовила, будет полезна и начинающим турагентам, и профи. На этом уроке вы узнаете 90 стран с пляжами и особенности их климата, плюсы и минусы круглогодичных пляжных направлений, как быстро подобрать туристу подходящую пляжную страну. Для кого урок. Для турагентов, которые только начинают свою туристическую деятельность. Для турагентов со стажем. Для турагентов, которые уже работают с индивидуальными туристами. Для турагентов, которые ранее продавали только пакетные туры, но у них стали появляться заказы от индивидуалов. Разрешите представиться. Меня зовут Ольга Тимохина. Я окончила гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета в 1991 году. По специальности всеобщая история. Работаю в туризме с 1994 года. Являюсь совладелицей и директором по развитию бюро путешествий Гран-Тур. Город Новосибирск. Основано в 1995 году. С 1996 по 2015 год наша компания занималась туроператорской деятельностью. До 2011 года участвовала в чартерных программах на прямых рейсах из Новосибирска. После выхода из Федерального реестра туроператоров в 2015 году мы продолжили работу с зарубежными партнерами по всему миру, оказывая отдельные туристические услуги турагентствам и клиентам. В 2018 году окончила школу интернет-маркетинга ProEnter. В фирме я всегда занималась и занимаюсь образовательной и просветительской деятельностью. Проводила обучающие семинары и выпускала методички по продажам для турагентов. Составляла программы для инфотуров и сопровождала их. Занималась обучением сотрудников компании. Провожу дни открытых дверей для туристов. Занималась и продажами туров туристам. Сейчас больше консультирую. И с 2009 года пропагандирую и практикую информационные услуги туристам. Имею довольно разнообразный опыт путешествий. Посетила более 50 стран мира, была в автобусных турах, на морских и горнолыжных курортах, в круизах, совершила кругосветное путешествие. Веду канал на YouTube Ольга Грантур, аккаунты компании в социальных сетях, блог о путешествиях на нашем сайте и блог для профессионалов на сибирском туристическом портале. Также я являюсь создателем онлайн-академии туризма для турагентов и автором курсов страноведения. Сегодня мой урок посвящен одному из самых популярных видов отдыха среди туристов – отдыху на пляжах. Для большинства россиян отдых на море – это и мечта, и большое удовольствие, когда она сбывается, и необходимость. Потому что Россия находится в климатических поясах, где лета всего три месяца, этого и меньше. Поэтому Греции получать витамин D больше месяца в году хочется всем. Можно смело утверждать, что для сибиряков это отдых номер один, да и других россиян тянет к морю не меньше. Поэтому любой российский турагент, особенно сибирский, обязательно должен владеть знаниями о пляжном отдыхе. Неважно, сколько пляжных направлений в мире, каждый турагент конкретно в своем регионе должен руководствоваться в первую очередь ассортиментом прямых чартерных рейсов из региона и хорошо знать именно этот набор стран. Турагенты разных городов находятся в разном положении. Сибирским турагентством в какой-то степени легче, чем турагентством до Урала, особенно не позавидуешь москвичам, потому что из Москвы огромное количество регулярных и чартерных рейсов. У нас прямых чартерных рейсов в разы меньше, и так было всегда. А так как клиенты в большинстве своем предпочитают самую короткую дорогу к морю, то у сибирских турагентов список базовых направлений, которыми нужно свободно владеть, не такой большой. Например, с Новосибирской летом 2019 года это всего 12 пляжных стран, после запрета на Грузию стало 11. 9 сезонных направлений на прямых рейсах и сухопутном трансфере до курортов. Россия, Турция, Греция, остров Крит, Кипр, Тунис, Грузия, Азербайджан. Пока непривычно, но на Каспии купаются. Южная Корея, до острова Чиджу надо лететь, но до Пусана можно добраться по земле. Кыргызстан, озеро Иссыкуль. И три круглогодичных – Таиланд, Вьетнам, Китай. Транзитные варианты в счет не беру. У турагентов из соседних областей Томской, Кемеровской и Алтайского края круглогодичный ассортимент Таиланд, Вьетнам, Китай летом расширяется за счет Турции. Туристы этих регионов, если не хотят лететь через Москву, вылетают из Новосибирска по тем направлениям, куда нет прямых рейсов из их городов. Как известно, в мире около 240 стран, включая зависимые территории и частично непризнанные государства, но туристических, включая эти же особенные страны, чуть больше половины. Я насчитала примерно 151 туристическую страну, с учетом частично непризнанных территорий. Это относительно безопасные страны и открытые для туристов. В Европе 51 из 55, в Азии 38 из 54, без учета России, мы учтены уже в Европе. В Австралии и Океане 9 стран из 15, в Америке 44 из 59 и в Африке 16 из 60. Кстати, здесь самое большое количество нетуристических стран из общего числа стран на континенте. Уже в заглаве урока я объявила о 90 пляжных странах, но цифра эта очень примерная. Ее можно как увеличить, так и уменьшить. Что можно считать пляжной страной? Страну, у которой есть пляжи. Но пляжи есть даже в Исландии. Правда, средняя температура воды, например, в реке Алики, минимум плюс 4 градуса в феврале и плюс 10 градусов в августе. Пляжи есть и на озерах, в Австрии, Италии, Венгрии, Кыргызстане и России, в других странах. В общем-то, пляжные курорты есть у любой прибрежной страны, где наступает даже короткое лето. Можно погреться на солнышке и, главное, можно покупаться. Вот и я главным критерием, по которому отбирала пляжные страны для обзора, выбрала температуру воды. Потому что купание – это важнейшая составляющая на пляжном отдыхе. И вот тут встает вопрос, какая температура воды может считаться комфортной для купания? Одни осилят 18-19 градусов, а теплолюбивые любят градусов на 8-10 повыше. Мне, например, комфортно заходить и купаться в воде с температурой 27-28 градусов. Сильно горячей воде уже не очень приятно. Помню, в сентябре в Дубае вода была 36 градусов. Сидишь в воде и понимаешь, что ты как дома в ванной. А рядом плавают медузы, потому что они любят теплую водичку. Для того, чтобы включить в обзор определенное количество стран, я выбрала критерий «Минимальную температуру воды 18 градусов». Именно поэтому в моем списке оказалось только около 90 стран, где наступает купальный сезон, а не сотня стран, где люди отдыхают у моря, но не купаются. 90 пляжных стран, согласитесь, это не так мало. Это 60% туристических стран. Чтобы было что рассказать клиенту, правильно его сориентировать при планировании пляжного отдыха, турагенту нужно владеть определенным объемом информации. Что-то знать наверняка, чтобы быстро реагировать на запросы клиента, а что-то уметь быстро находить. Вот основные знания, которые нужны турагенту по этому вопросу. География пляжных направлений, климат, сезонность. Типы курортов и инфраструктура, разновидности пляжей. Отельная база на курортах. Возможности для активного отдыха на суше и для занятий водными видами спорта. Экскурсионная программа. Я затрону только первый пункт, и в конце этого урока вы будете знать, как быстро подобрать пляжную страну для ваших клиентов, когда они запросят у вас что-то более нестандартное, чем массовые направления. Главное, что нам нужно знать из географии пляжных стран, погода. Погода является самой популярной темой наших разговоров, потому что определяет образ жизни, форму жилищ, одежду и даже досуг людей на всех континентах. И, конечно, погода важна для путешественников. С погодой без знаний о климате не разобраться. Эти знания дают возможность сгруппировать страны по общим признакам, в средней температуре воздуха, наличию и обилию дождей, тайфунов, ураганов, объяснить температуру воды в морях и океанах, определить высокие и низкие сезоны в странах. Туроген должен правильно ориентировать туристов по погодным условиям, чтобы не было каких-то иллюзий, и люди понимали, что если они едут в низкий сезон, то их могут ждать природные неприятные явления, чтобы туристы не разочаровались в выбранном направлении и не вычеркнули его навсегда из своей карты путешествий. Пусть лучше они выберут что-то другое, сезонное. А что иногда ждут туристы? То, что они сами себе представили. Солнце, пальмы, белый песок, жару. Отправляясь на Кубу в январе или феврале, туристы часто не подозревают, что там не будет жары, а может и кофточка пригодится. В моем случае было именно так. В феврале в море я зашла по колено и почти все время даже на солнце проходила в кофточке, потому что был прохладный ветер. Местные говорили, что это был самый холодный февраль за последние годы. Перелетев в Доминикану тогда же, мы обнаружили, что там теплее. Но море для меня в зимнее время также оказалось прохладным, как и на Кубе, хотя я уже рискнула искупаться в мелководной лагуне на пляже Макао. Однако люди путешествуют по разным обстоятельствам и в низкий сезон. Наш многолетний опыт работы доказывает тот факт, что клиентам всегда нужно говорить правду, что их ожидает на отдыхе. Однажды мне турист сказал, а что вы меня пугаете? Но я ответила, не пугаю, а предупреждаю. Правда и предупреждение влияют на правильный выбор и отсутствие претензий впоследствии. Но прежде чем мы перейдем к анализу пляжных стран, давайте сначала получим минимум специальных знаний по климату, потому что я буду иногда использовать терминологию, да и просто потому, что две основных классификации климата придуманы нашими соотечественниками-климатологами, русским ученым Владимиром Петровичем Кёпиным в 1900 году и советским ученым Борисом Павловичем Алисовым в 1936 году. Классификация климата Кёпина многократно дорабатывалась в первой половине 20 века другими зарубежными учеными. Сейчас в мире принята классификация Кёпина-Гейгера, а на постсоветском пространстве продолжает использоваться классификация Алисова. На нее же ссылаются в русской версии Википедии. Обе классификации оперируют климатическими зонами, поясами, но у Кёпина они связаны с растительностью, ботаническими зонами и провинциями, а у Алисова классификация основана на преобладании тех или иных воздушных масс в различных районах в зависимости от времени года. Классификация климата по Алисову кажется более простой, с нее и начну, тем более что она знакома нам еще со школьной географией. Было выделено 4 основных климатических пояса в каждом полушарии, от экватора до северного полюса и аналогично от экватора до южного полюса. В них преобладает одна воздушная масса, от холодного к жаркому, арктический пояс, умеренный, тропический, экваториальный. Также выделены три переходные зоны, субарктические, субтропические, субэкваториальные. В них зимой преобладает воздушная масса из более высоких широт, а летом из более низких. Кроме этого, Алисов разделил пояса по степени континентальности. Каждый пояс по мере удаленности от моря будет иметь свои температуры и количество осадков. А это климатическая карта Кёпена-Гегера. Климаты обозначаются двух-трехбуквенными аббревиатурами, которые вы можете встретить в путеводителях на сайтах в англоязычной Википедии в описании климата стран. За главными буквами обозначаются пять типов климатических зон. А – зоны с высокими температурами круглый год и большим количеством осадков. Б – зона с небольшим количеством осадков или полным их отсутствием. С – зона с небольшой разницей температур летом и зимой и отсутствием постоянного снежного покрова. Далее буквами обозначается уровень выпадения осадков и затем температурные характеристики. Для примера, средиземноморский климат – это CSA – климат умеренный с жарким сухим летом. Но есть упрощенная карта Кёпина. Не такая пестрая, потому что на ней отражены только климатические пояса. И как раз её можно положить в основу классификации пляжных направлений. Есть два географических пояса – тропики и субтропики. Соответственно, наши страны будут тропическими или субтропическими. На карте Кёпина розовый цвет – это тропический пояс, жёлтый цвет – субтропический. Главные различия. Во всех тропических странах можно купаться круглый год. Вода в море не опускается ниже 22-23 градусов, но большую часть времени выше 25 градусов. А субтропические страны делятся на страны с круглогодичным купальным сезоном. Но при этом есть страны, где в низкий сезон море остывает до 18-20 градусов. А значит, не всем этот вариант подойдёт. Правда, гостям могут предложить подогреваемые бассейны. И есть страны, где в низкий сезон море, наоборот, становится как парное молоко, а воду в бассейнах даже охлаждает. И вторая группа субтропических стран – сезонные страны, у которых купальный сезон длится всего несколько месяцев. В начале и в конце сезона вода в этих странах бодрящая – 18-20 градусов, а в середине сезона приогревается до вполне себе тропических температур – 27-28 градусов. Считается, что географический пояс тропики находится между параллелями, которые называются северный тропик или тропик рака – 23 градуса северной широты к северу от экватора, и южный тропик или тропик Козерога – тоже 23 градуса, но южной широты к югу от экватора. И как бы было все просто, если бы мы знали, что все тропические страны находятся по обе стороны экватора в пределах 23 градусов северной или южной широты. Но близость к экватору вовсе не гарантирует жаркий тропический климат. Галапагосские острова, принадлежащие Эквадору, расположены на 1 градус южнее экватора, но не могут похвастаться тропической жарой, потому что на климат этих островов очень сильно влияет холодное тихоокеанское течение Гомбольд. Или островное государство Каба-Верде, которое находится на 15-й параллели. Почти напротив тропическая Гамбия – 13 градусов северной широты, но холодные атлантические течения понижают температуру воздуха на Каба-Верде и создают засушливую атмосферу. На карте 35 тропических стран и 15 Карибских островов – государств целезависимых территорий, то есть 50 тропических пляжных направлений. Все тропические страны можно разбить на 3 группы. Группа 1 – страны, где нет сухого сезона, а есть один дождливый сезон. Это очень маленькая группа, здесь всего 2,5 страны – Сингапур, Малайзия и южные атоллы на Мальдивах. Мальдивы находятся на стыке климатических поясов, юг тяготеет больше к первой группе. Это как раз тот случай, когда туристов лучше предупредить, что на юге Мальдивских островов круглый год осадков выпадает больше, чем в центральных и северных атоллах. Эти страны находятся близко к экватору, а южные мальдивские атоллы находятся уже за экватором. Для этих стран характерны средние температуры воздуха в течение всего года 26-29 градусов и сезонные колебания температуры воздуха малы, почти незаметны. По наблюдениям за последние 10 лет температура воздуха в этих странах не опускалась ниже 24 градусов и не поднималась выше 32-33. Это плюс, не нужно думать, когда высокий и низкий сезон. Еще один большой плюс – температура воды. Здесь очень теплое и комфортное море, почти как температура воздуха – 27-29 градусов. Но есть минус – большое количество осадков. Эти страны находятся в зоне дождливого климата. Сухой сезон, как таковой, здесь отсутствуют. Осадки выпадают более-менее равномерно в течение всего года, преимущественно в виде ливня. В Сингапуре и Малайзии дожди почти каждый день. В Малайзии есть разница между регионами в количестве осадков. Зимой в Западной Малайзии Куалумпур, остров Лангкави, Пинанг дождей меньше, а в Восточной – острова Тиоман, Барнеу больше, а летом наоборот. Конечно, солнечные дни есть, но принципиально дождливая погода здесь круглый год. В ноябре-декабре 2018 года они здесь были каждый день. Это вообще странный период был во многих странах – экстремальное количество выпавших осадков, в том числе там, где они не ожидались. В конце урока вы также получите чек-лист с полезными ссылками, где можно посмотреть текущую погоду, прогнозы и, кому интересно, исторические погодные данные. Здесь слабые устойчивые ветры, отсюда духота, жара, часто облачно. Сингапур – это большой индустриальный город. Здесь есть такое особенное природное явление, как мгла – помутнение атмосферы взвешенными в воздухе частицами пыли, дыма и гари. Мгла над городами является разновидностью смога и связана с загрязнением воздуха автомобилями и промышленными предприятиями при устойчивой антициклональной погоде. Это зона пониженного давления. Нормальное атмосферное давление для человека – 760 мм ртутного столба. Для адеквата в принципе зона пониженного давления. Низкое атмосферное давление имеет очень коварное влияние на организм, прежде всего на артериальное давление. У гипотоников, люди с пониженным артериальным давлением, оно еще сильнее понижается, у гипертоников, люди с повышенным артериальным давлением, оно повышается. Здесь влажно и также незначительное колебание влажности воздуха. Как известно, оптимальная влажность воздуха для нас 45-65%. Но такой влажности в тропических странах не встретишь в принципе, она всегда выше. Поэтому людям с астмой стоит подумать о путешествиях в такие страны. При высокой влажности, кстати, больше возможностей для инфекционных заболеваний. Группа 2. Страны, где есть два сезона. Влажный, дождливый и сухой. Это еще 31 тропическая страна по обе стороны экватора и 15 Карибских островов. Сейчас в таблице видно страны северного полушария. Итак, что объединяет обе группы? Обратите внимание, что у всех стран в таблице летом с весны до осени одинаковая погода. Жаркое и влажное лето, 26-28 градусов, дождливая погода и такая же вода в море. А когда наступает сухой и зимний сезон с осени до весны, то у стран незначительно меняется температурный режим. Гуам, Индия, Камбоджа, Сайпан, а также отдельные районы Таиланда, Филиппин, Шри-Ланки и Мальдивских островов ничем не отличаются от первой группы, кроме того, что у них наступает сухой сезон. И дальше вправо страны располагаются по мере понижения средней температуры воздуха и воды. Самые «холодные» страны или определенные регионы в странах в крайнем столбике. Но опять нужно вспомнить применяющийся климат. Зима 2018-2019 года на Хайнане была довольно теплая, но если посмотреть на исторические данные за последние 10 лет, то средняя температура воздуха зимой на острове в районе 20 градусов. Чем дальше от экватора, тем сезонные колебания температур воздуха и воды больше. По классификации Кёпина для этих стран характерен тропический муссонный дождливый климат. Очень говорящее название. Сразу понятно, что дожди в этих странах есть, а периодичность зависит от муссонов. Муссон в переводе с арабского – сезон. Это устойчивые ветры, периодически меняющие свое направление два раза в год. Муссоны характерны для Индийского океана. Юго-западные муссоны летом с мая по октябрь дуют с океана моря и несут с собой влагу. Наступает дождливый сезон. С ноября по апрель зимой с материка начинает дуть северо-восточный муссон, принося с собой сухой воздух. Соответственно, наступает сухой сезон. В других тропических странах на климат влияние оказывают пассаты. Пассат – ветер, дующий между тропиком и круглый год. В северном полушарии – с северо-востока, а в южном – с юго-восточного направления. Так в Гамбии сухой сезон в период с ноября по май обеспечивает сухой ветер Харматтан. Ко второй группе относятся также страны в южном полушарии. И мы знаем еще со школы, южнее экватора все происходит наоборот. Здесь также действуют муссоны. В таблице меняем местами характеристику сезонов. Зимой с осени до весны наступает дождливый сезон, летом с весны до осени – сухой сезон. Бессезонных перепадов температура воздуха на Сейшелах и Индонезийских островах Бали и Ламбок. И дальше, снова вправо, страны располагаются по мере понижения средней температуры воздуха и воды. На Занзибаре в Танзании и в Кении незаметное снижение температуры воздуха и воды. А в Австралии, на Маврикии, Фиджи и во Французской Полинезии летом уже заметнее прохладно. И уже почти субтропики на бразильских курортах. Но они и расположены на стыке двух поясов – тропического и субтропического. Я уже говорила, что погода на планете меняется. На какие-то показатели мы можем ориентироваться уже очень примерно. Сейчас не поймешь, то ли общее потепление, то ли нет. Помню, в 1998 году мы летели на чартере на Новый год в Паттайю. Тогда еще были отстойные рейсы. Туристы оставляли вещи в самолете, экипаж отдыхал вместе с туристами, и на обратном пути все возвращались к своим теплым вещам на свои места. Так вот, в ту зиму на Юго-Восточную Азию обрушился страшный холод. В Сингапуре выпал снег, а он южнее Бангкока на 2,5 часа полеты. И наш тайский партнер попросил нас, чтобы мы предупредили туристов не оставлять в самолете, а взять с собой теплые вещи. Мы прилетели 28 декабря. Непривычный для этих мест холод уже прошел, но температура воздуха не поднималась выше 25 градусов. Но погода – это не только комфортная температура воздуха и воды в море или озере. Часто наши туристы едут летом туда, где низкий сезон. В тропических странах это дождливый сезон. Лет 17-20 назад мы продавали Таиланд исключительно с осени до весны. Потому что с самолетами был дефицит, чартеры ставились только на высокий сезон. В инфотуры мы ездили в сентябре или октябре. Обязательно заставали дождь, поэтому знали, что это такое. А туристы прилетали в Паттайю в ноябре, и там гарантированно светило солнце. Потом появился Пхукет. А так как все чартерные программы начинались в период осенних каникул, то мы стали впервые сталкиваться с тем, что на Пхукете в начале ноября еще дождливо, в то время как в Паттайю уже солнечно и сухо. Сейчас же, когда чартеры летают круглый год, бдительность турагентов и туристов сошла на нет. Не важно, что на Пхукете летом сильные подводные течения и более частые дожди, чем, например, в Паттайе. Или вот досада на осенние каникулы и вплоть до Нового года не самое лучшее время в Нячанге, во Вьетнаме. Но туроператоры ставят рейсы, турагенты продают туры, а туристы летят отдыхать. А потом туристы жалуются и удивляются, что все время были дожди. Видимо, их об этом не предупредил турагент. Потому что если он предупредил, а туристы все равно жалуются, то это проблема туристов. Климат меняется, и вот уже в Таиланде летом бывает не так дождливо, как раньше. А зимой, наоборот, идут дожди чаще, чем раньше. Осень, сентябрь-октябрь, по-прежнему остается в Юго-Восточной Азии с самым дождливым временем года. А если осадка выпадает больше нормы, то случается наводнение. Самое сильное наводнение было в 2011 году. В июле на Таиланд обрушился шторм, который вызвал сильнейшие муссонные дожди, которые, в свою очередь, привели к многомесячному наводнению с июля по январь в северо-восточных и центральных провинциях, включая Бангкок. Похожая ситуация возникла на Самуи в январе 2017 года. Была практически эвакуация туристов с острова Самуи, кто помнит. В апреле 2019 года шторм вызвал дожди и наводнение в Паттайе. К сожалению, штормы зачастили в Таиланд, как и тайфуны во Вьетнам, в те места, куда раньше не захаживали. Например, тайфуны в Ничанге, как осенью 2018 года. Несмотря на то, что мы рассматриваем сейчас регионы вечного лета, но здесь встречаются неприятные природные явления, которые характерны для определенного времени и могут внести коррективы в планы отдыхающих. И дожди – это не самое неприятное явление. Туристов нужно предупреждать, что такое тайфун, если они отправляются на отдых на курорт Китая, Вьетнама, Филиппина, Тайвань, или что такое ураган, если они летят на Карибы или в Мексику. Тайфуны и ураганы – это тропические циклоны, для которых характерны мощные грозы, выпадение ливневых осадков, ветра штормовой силы. Тайфун или ураган заходит с моря на материк или остров и постепенно затихает, не углубляясь далее 50 км. Хотя большая часть тайфунов и ураганов формируется с мая по ноябрь, а активность приходит с августа по октябрь, они возможны и в другие месяцы. В зону активных и регулярных тайфунов традиционно попадают популярные курорты – Хайнань, Дананг – это самая выступающая в море часть Вьетнама. То, что раньше было редко, к сожалению, стало происходить чаще – тайфуны на других курортах Вьетнама, а также тайфуны в Таиланде. Тайфуны случаются неизбежно каждый год. О них уже с августа регулярно сообщают в новостях. Самый разрушительный тайфун Хайян за последние годы в 2013 году прошелся по побережьям Филиппин, Вьетнама и Китая. Ураганы – также ежегодное явление. Сезон атлантических ураганов совпадает с сезоном тихоокеанских тайфунов. Ураганы заходят и на Кубу, и в Доминикану, и на другие Карибские острова. Самый продолжительный ураган пятой категории за всю историю наблюдений и самый смертоносный атлантический ураган был в 2017 году. Это был сильнейший атлантический тропический циклон со времен Вильмы 2005 года. В Атлантическом океане находилось сразу три урагана – Катя, Ирма и Хосе. Такая же ситуация была в 2010 году. Ураган Ирма сформировался у берегов Африки около Каба-Верда 30 августа, нанес значительные разрушения нескольким Карибским островам, 10-11 сентября прошелся по побережью Майами и 12 сентября распался. Продавая туры на курорты в сезон тайфунов и ураганов, не забудьте предупредить туристов об этом. При приближающемся тропическом циклоне могут задерживаться или отменяться рейсы. В интернете можно почитать отзывы туристов, оказавшихся в этот момент на курортах, что в этом случае предпринимается в отелях и на курортах. Вот такие коварные тропические страны. Переходим к субтропикам. Субтропики расположены между параллелями 23-30 градусов и 40 градусов северной или южной широты. На карте 56 направлений, но стран 40. Пять стран расположены и в тропиках, и в субтропиках. Это Австралия, Китай, Оман, Тайвань и США. В этих странах нельзя однозначно охарактеризовать климат, поэтому будьте внимательны, когда выбираете регион. Субтропические страны на карте разделены по морскому признаку, географическому, но на группы они делятся по климатическому признаку, а тут есть различия даже в одном морском ареале. Для субтропического климата характерно тропическое лето, высокие температуры, лето жаркое, сухое и нетропическая зима. Значительные температурные различия воздуха и воды, и в субтропиках бывает снег. Выделяют несколько типов субтропического климата, и мы сразу разделим все страны по группам, вы это видите в таблице. Влажный субтропический климат. В этой группе страны северного полушария отличаются от стран южного. Китай, Макао, Гонконг, Мексиканский залив, США, Тайвань, северная часть, Южная Корея и японский остров Окинава. Для всех стран севернее экватора характерна концентрация осадков в самые теплые месяцы. В этом плане страны похожи на южных соседей, Вьетнам, Таиланд, Филиппины, в Китае, Хайнань. Но отличаются тем, что в субтропиках зимой прохладнее и даже значительно прохладнее и не купаются. И все страны в этой подгруппе в летний осенний период подвержены тропическим циклонам, либо тайфуном, либо ураганом. В южном полушарии страны отличаются более низкими температурами. Только в Голд Кост в Австралии жаркий курорт в сезон. А в Новой Зеландии вода в море 18-19 градусов это максимальная температура. В западном полушарии, южнее экватор, есть еще два субтропических курорта. В Аргентине Пунто-де-Листе и Вуругвай и Монте-Видео. Так как это за экватором, то купальный сезон зимой. Воздух 22-23 градуса, вода 19-22 градуса. Летом температура воздуха и воды понижается до отметок 10-14 градусов. Так что Аргентина, Вуругвай и Новая Зеландия это пляжные направления, но не для теплолюбивых. Сухой субтропический климат по-другому называют средиземноморским. И таким климатом обладают не только страны Средиземноморья, но и другие места далекие от Средиземного моря. Европейская Атлантика, островная материковая, регионы в США, в Австралии, в Южноафриканской республике и даже на Черноморском побережье. Что такое средиземноморский климат? Это разновидность субтропического климата, для которого характерны при обладании осадков зимнего периода над летними. Осадки концентрируются в более холодные месяцы. Влажная прохладная зима и сухое жаркое лето это и есть средиземноморский климат. Отличаются регионы между собой температурным режимом. Средиземноморское лето это не три наших месяца, а целых полгода с конца апреля до середины октября. Но конечно не везде. Посмотрите на контуры Средиземного моря и вы можете заметить, что море похоже на волну, где гребень волны это северо-запад, а впадина юго-восток. Средиземное море на гребне волны прохладнее. Лето и купальный сезон здесь наступают позже. К тому же через Гибралтарский пролив во внутреннее море заходит холодное канарское течение, поэтому на Коста-дель-Соль в Испании море всегда бодрящее. А восточное Средиземноморье как раз где впадина гораздо теплее, потому что и далеко вглубь и южнее, поэтому самый длинный купальный сезон на Средиземноморье на Кипре, Турецкой ривьере, Израиле и в Египетской Александрии. Для любого региона на Средиземноморье обычно действует правило. После зимы море медленно прогревается, достигает максимальных температур в августе, а потом медленно остывает. Весной море всегда холоднее, чем осенью. Как правило, температура воды в июне и сентябре одинаковая. В Средиземноморье много внутренних морей, много островов, так что пляжным странам этого региона нужно посвящать отдельный урок. К Средиземному бассейну относится Черное море. Черноморский климат переходный от сутропического к умеренному, но в некоторых районах климат похож на Средиземноморский. Здесь более короткий купальный сезон, чем на Средиземноморье. Еще в июне и уже в конце сентября вода в море прохладная. Этот климат подходит тем, кто не выносит изнуряющей средиземноморской жары и влажности в июле и августе. Средняя температура воздуха здесь 23-24 градуса почти по всему побережью, от Румынии и Болгарии до Грузии и Турции. Температура воды примерно 19 градусов в июне и начале октября, достигает своего максимума 24-25 градусов в августе. Регионы различаются только продолжительностью купального сезона, вернее, когда он заканчивается, в середине сентября или там, где море еще держит 19 градусов до начала октября. А начинается сезон примерно одинаково, в начале июня. Между летом и зимой уже очень серьезные перепады. Здесь даже может выпадать снег, но он быстро тает. Аномальные температуры тоже, естественно, бывают. Например, в нашем Сочи 30 июля 2000 года было 39 градусов. В болгарском Бургасе в августе 2003 года было почти 43 градуса. Зима тоже иногда дает о себе знать. За время наблюдений в Сочи было минус 4 4 января 2016 года. В Бургасе минус 17 в январе 1952 года. В общем, на Черноморье лето короткое и не жаркое. Море от бодрящего до терпимого. Хотя для кого как. Я включила еще одно море в субтропиках – Каспийское. Хотя если точно, то это озеро, а море называется за свои размеры. Здесь представлены пляжи Азербайджана. А теперь небольшой интерактив, который покажет, как меняется температура воды в море с апреля по октябрь на всех трех морях и в Атлантике. И сразу станет понятно, когда и где начинается и заканчивается купальный сезон. Именно купальный, потому что летняя погода наступает раньше, чем успевает прогреться море. Итак, в интерактиве участвует Атлантика. Захватываем Канары, Мадейру, побережье Португалии, Испании, Франции, Биориц, Средиземное море, Черное море и Каспий. С помощью такой шкалы мы определим температуру воды. Видно, что в апреле 18 градусов на Канарах и в самом дальнем углу Средиземного моря. Там, где Кипр, Северный Кипр, Турецкая ривьера, курорты от Кемера до Алани, Израиль и Александрия в Египте. В мае в этих районах море прогревается до 21 градуса, а 18 градусов почти по всему Средиземноморью, за исключением Западного Средиземноморья, Коста-дель-Соль в Испании и Адриатики, а также на Атлантике. В июне купальный сезон вступает в свои права на всем Средиземноморье. В Атлантике побережье Испании еще прохладно. И мы видим, что купальный сезон начинается и на Черном, и на Каспийском морях. Началом купального сезона считаем температуру воды 18 градусов. Пригревание с опережением идет все в том же Восточном Средиземноморье. В июле прогретой поверхности становится еще больше, причем на всех трех морях. И кульминация август. Видно, что лучше всего пригревается Каспийское море и Средиземное море, хотя остаются участки, которые не пригреваются больше. Сентябрь будет похож на июль. А в октябре море по большей части все еще теплее, чем в июне. Что нам дает вся эта информация? Часто туристы высказывают обиду на холодное море, которого они не ожидали. В результате разочарование от отдыха и негативный отзыв достается всем и туроператору и отелю. Вы легко можете объяснить туристу разницу в цене в мае, июне или сентябре, приводя в качестве одного из аргументов именно температуру воды. Хочу отдельно сказать о пляжах в США, климат которых относится к сухому субтропическому климату или Средиземноморскому. На Тихоокеанском побережье довольно уникальный климат. Характерных для субтропического климата больших сезонных колебаний нет. Средней температуры воздуха летом 22-24 градуса, вода 18-19. Здесь проходит холодное тихоокеанское течение. Зимой воздух 18-19, океан становится холоднее 15-16 градусов. На Атлантическом побережье, кроме тропического Майами, есть также много субтропических пляжей вплоть до Нью-Йорка, когда летом купаются в море 23-24 градуса и загорают при температуре до 27-7 градусов. А зима есть зима, может и снег выпасть. Атлантическое побережье США также подвержено тропическим циклонам, и сюда летом и осенью захаживают ураганы. И третья группа субтропических стран, для которой характерен пустынный субтропический климат. Это сухой климат с высокими температурами воздуха, с большими суточными колебаниями температур и малым количеством атмосферных осадков. В эту группу входят страны в Персидском заливе, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и в Оманском заливе северное побережье Омана, Маскат. Здесь очень большая сезонная амплитуда температуры и воздуха и воды, 10-15 градусов. Летом очень жарко и влажно, под 40 градусов выше. А зимой становится значительно прохладнее, средняя температура 19-21 градусов. Но я помню звонок туристов лет 12 назад, когда они жаловались, в Дубае на Новый год было 15 градусов. В 2015 году, в конце января, в общем-то самого холодного месяца, наряду с февралем месяца в этом регионе, мы были в директорском круизе с Пактур «Восточная сказка». Было очень тепло везде, и в Омане, и по всем Эмиратам, даже жарко, под 30 градусов. Когда мы начинали продавать Эмираты во второй половине 90-х годов XX века, про климат писали, что в УАЭ бывает максимум 6 дней в году дождливых, и то на Эдийском побережье в районе Фуджейра и Харфакана. Но сейчас уже все немного иначе. Сезона дождей здесь, конечно, по-прежнему нет, но в последнее время дождей стало явно больше. Сюда же попадает Египет. Он расположен севернее стран Персидского залива, поэтому здесь чуть прохладнее в течение всего года, но также жарко летом, далеко за 30 градусов. В Шарме всегда на 3-4 градуса жарче, чем в Хургаде. Но в Хургаде жара ослабляется постоянным, почти круглогодичным ветром. Весной с марта по началу мая из пустыни дует юго-западный ветер Хамсин и приносит жару, которая наступает летом. Летом на Красноморье легкий бриз, который немного спасает от жары. В октябре-ноябре уже нет летнего зноя, но и не наступило зимнее похолодание, и осенний сезон ветров снова будет кстати. Но для россиян, увы, Египет пока не так актуален. По соседству с Северным Египтом на берегу Акапского залива находятся рядом друг с другом два уникальных курорта. Эллад в Израиле и Акабе в Иордании. Прохладная зима, и воздух может быть даже холоднее, чем море, и жаркое лето с хорошо прогретым морем. Вот что характерно для этих двух курортов. В южном полушарии пустынные субтропики также есть на побережье Перу в районе Лимы и Кальяло, и в Эквадоре, на Галапагосских островах и на побережье в Салиносе. Мы рассмотрели два географических пояса, в которых располагается 90 стран, предлагающих пляжный отдых. Для этого урока я подготовила, можно сказать, построила зимнюю пирамиду, которая сможет служить вам шпаргалкой при подборе теплых пляжных стран, куда соберутся ваши клиенты в период с декабря по март. В основании пирамиды расположились самые жаркие страны со средней температурой воздуха от 25 градусов и выше, но, как правило, это 26-28 градусов, редко ниже 25 и максимально 30-32 градуса. Более высокие температуры для этих стран считаются аномальными. Черным цветом обозначены страны, где с декабря по март сухой сезон или минимальное количество осадков. Синей звездочкой отмечены страны, где дожди более обильны по сравнению с другими странами в течение всего сезона или части сезона. Например, в центральных и северных атоллах на Мальдивах в январе еще идут дожди, потом осадки уменьшаются. Некоторые страны не полностью попадают в эту часть пирамиды. Например, здесь только самый жаркий курорт Вьетнама – Фукуок. Температура средней, поэтому все относительно. Голубым цветом выделены страны, где доминирует влажный дождливый сезон. Но влажный сезон влажному рознь. В странах выпадает разное количество осадков. Где-то постоянно идут проливные дожди, а где-то кратковременные, но частые ливни. Так, самые дождливые страны в нижней части пирамиды с декабря по март – Малайзия, Кучинг на Борнео, Фиджи и курорт Анградуш-Рейш в Бразилии. На Сейшелах, во французской Полинезии, в Индонезии, на Ламбоке и Бали. Осадки начинают уменьшаться к марту. Декабрь-январь дождливо в Сингапуре, Малайзии, Котокинобалу на Борнео, на Филиппинах и южных Мальдивских Аттоллах. В февраль-март осадков становится меньше. Следующая часть пирамиды – страны со средней температурой воздуха 23-25 градусов. Имейте в виду, что от средних температур может быть движение как в сторону понижения менее 23 градусов, так и в сторону повышения более 25 градусов. Здесь стоит обратить внимание на два австралийских курорта – более дождливый Голдкост и более сухой Перд. Комфортно сухой Фонтьет во Вьетнаме в декабре выигрывает по сравнению с Ничангом, где до Нового года очень дождливо. Здесь у нас карибский дуэт – Куба-Доминикана плюс Мексика. Одинаковый температурный режим в Эквадоре, на Галапагосах и в Салиносе, но на островах часто моросит дождь. Из Амана в эту группу попадает южный курорт Салала. Поднимаемся по пирамиде выше и попадаем в температуры 20-23 градуса. Нежаркое лето во вьетнамском Донанге, островных государствах Багамы и Каба-Верды, легендарных американских Гавайях и Майами. Может быть, у вас спросят Тайвань, кто знает. В этой группе как раз самый пляжный район острова Юг. В южном полушарии это не самый лучший период. В аргентинском пункте де Листе и уругвайском Монтовидео дождливо, но это максимальные температуры в году, потому что лето здесь суше, но и прохладнее. И, наконец, на вершине пирамиды в основном пустынные страны. Исключение в сухом блоке южная часть китайского острова Хайнань и такое же дождливое и прохладное пляжное направление в южном полушарии, как Аргентина и Уругвай, Новая Зеландия. И вернусь к пустынным странам. Зимой здесь одни из низких температур, которые мы рассматриваем как наиболее подходящие для купального сезона, в то время как летом здесь самые высокие температуры. В этой группе от Египта я включила только самый южный Марсалам, но когда зима в Египте теплая, то сюда могут попасть и остальные курорты Египта. И здесь страны Персидского залива. Бахрейн, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Надеюсь, эта фирменная зимняя пирамида от нашей академии поможет вам быстро подобрать клиентам страну. Исключить при этом неподходящие варианты по температуре или осадкам. Я много раз сегодня говорила о температуре воды в разных местах и в дополнение ко всему хочу назвать важный фактор, который влияет на температуру воды, независимо от того, в каком географическом поясе находятся страны. Это морские или океанические течения. Течение температуры воды, в которых выше средней температуры воды для тех же широт, называют теплым. Ниже – холодным, а течения, имеющие ту же температуру, что и окружающие его воды, нейтральны. Теплые течения способствуют повышению температуры воздуха, а холодные – наоборот, понижению. То есть территории, омываемые теплыми течениями, отличаются теплым и влажным климатом, а те, около которых проходит холодное течение – холодным и сухим. Муссонные течения, это касается Индийского океана, изменяют свое направление от сезона к сезону, в зависимости от того, как дуют прибрежные ветры муссоны. Изучить карту течения полезно, потому что она многое объясняет. Почему, например, вдоль побережья Южной Америки до Галапаготских островов, расположенных рядом с экватором, Тихий океан холодный, потом в мексиканском Акапулько океан теплеет, а к Лос-Анджелесу опять становится холодным. Все течения нам не пригодятся, но по теме рока нужно иметь представление о холодных течениях – Канарском, Перуанском, Калифорнийском. Как видите, тема погоды и климата очень обширна. Природных тем, связанных с туризмом, еще много. Например, опасные насекомые и акулы. Это темы, в которых туроген должен иметь базовые представления. В самом начале я перечисляла набор знаний, которыми должен владеть туроген для успешных продаж пляжных направлений. А откуда турогенты получают свои знания и новую информацию? Главный источник образования – туроператоры, которые формируют турпродукты и, собственно, занимаются их продвижением, обучая турагентов особенностям своих турпродуктов. Туроператоры издают каталоги, наполняют свои сайты, где собрана базовая информация по странам, проводят обучающие семинары и вебинары. Следующий источник – отели и гостиничные сети. Их могут приглашать на свои семинары и вебинары туроператоры, либо они проводят презентации сами. Третий источник – вместе с туроператорами или гостиничными сетями или самостоятельно турагентов просвещают национальные офисы по туризму разных стран. Кроме того, во время специализированных выставок, воркшопов о себе могут приехать рассказать авиакомпании, системы бронирования, туристические объекты, парки развлечений, музеи и так далее. Наконец, турагенты посещают рекламные информационные туры, знакомясь, как правило, с одной страной. Как видите, недостатков в проводниках информации нет. Я вижу основную проблему, с которой сталкиваются турагенты, прежде всего в получении комплексных знаний. Сегодня все продукты представлены разрозненно. В результате с презентации, семинаров турагент уходит с огромным несистемным багажом знаний, которые каждый пользуется в меру своих возможностей, способностей, наличия времени и, конечно, спроса. Опытным турагентам чуть легче, чем новичкам. Хотя бы потому, что на заре российского туризма мы осваивали новые направления постепенно, иногда вместе с туристами. А сейчас нужно знать практически все и сразу. Я хочу предложить вам свою авторскую методику, новый подход в подаче информации. Позвольте представить первый курс в моей академии туризма, который называется турецкий гамбит. Гамбитом называется начало шахматной партии, в котором противнику жертвуют фигуру ради достижения стратегического преимущества. Турецкий гамбит так и назвала первый страноведческий курс. Почему я жертвую всеми другими направлениями для старта ради Турции? Как я уже сказала, это одно из самых массовых, популярных и доступных направлений у наших туристов. Здесь наиболее динамично развивающаяся отельная база. На примере турецкого гостиничного сервиса можно получить полное представление о гостиничной курортной индустрии в целом. На двух морях расположено четыре больших туристических региона, объединяющих 12 курортов, которые имеют разную специфику и климатические особенности. Для полного знакомства со всеми курортами потребуется не один рекламный информационный тур. Но даже в самом насыщенном инфотуре невозможно познакомиться со всей отельной базой на курортах. Это все равно будет выборка. В моем курсе за 10 уроков и 10 часов вы совершите самый полный виртуальный инфотур по 12 курортам, узнаете особенности их расположения, климата, транспортную доступность, районирование и специализацию. Главное преимущество перед любым вебинаром и семинаром, который вы слушали ранее, и главное преимущество, которое вы получаете перед своими коллегами, в том, что во всех уроках представлена отельная база всех ведущих туроператоров по турецкому направлению. Аннекс Тур, Библиоглобус, Интурист, Коралл Тревел, Пегас, Сан Мар, Тест Тур, Туи, в том числе особенности расположения и ландшафта отелей. 10 видеоуроков вы сможете смотреть в удобное для вас время и в удобном для вас темпе. Каждый урок сопровождается уникальными файлами-шваргалками по сервису отелей на всех курортах, ссылками на интерактивные карты курортов, ссылками на тематические плейлисты на моем канале в YouTube. Программа курса включает 10 уроков. Первый урок вводный и дает общее представление о преимуществах Турции. Отдельно большой урок посвящен сервису турецких отелей и гостиничным сетям в Турции. И 8 уроков о курортах. Предлагается три пакета. Старт. Это трехчасовой вводный курс для тех, кто хочет систематизировать знания по отельному сервису Турции. Стоимость курса 2000 рублей. Стоимость включена. Доступ к двум видеоурокам с поминутным содержанием, доступ к методическим материалам, файлам-шпаргалкам к каждому уроку, ссылки на библиотеку с каталогами и концепциями отелей. Пакет Стандарт. Полный курс по 12 курортам Турции с отельной базой от ведущих туроператоров, включая пакет Старт. Стоимость 5000 рублей. Включено. Доступ к 10 видеоурокам с поминутным содержанием, доступ к методическим материалам, файлам-шпаргалкам к каждому уроку, ссылки на библиотеку с каталогами и концепциями отелей, ссылки на интерактивные спутниковые карты по каждому из курортов, ссылки на плейлисты в YouTube с подборками видео по курортам и отелям на каждом курорте. Бонусный урок по истории Турции. Общение в закрытой группе на Facebook. Пакет VIP включает все, что в пакете Стандарт, плюс моя персональная консультация или консультации в пределах двух часов, по договоренности сразу или частями, по любому вопросу в пределах темы курса. Стоимость этого пакета 10 тысяч рублей. Цены стартовые, специальные, никаких маркетинговых ходов с завышенными перечеркнутыми тарифами с баснословными скидками. Что с домашними заданиями? Конечно, они будут небольшие тесты, ответ на которые позволит перейти вам к следующему уроку. Итак, цель курса «Турецкий гамбит» за 10 часов сделать продвинутого специалиста по Турции даже из турагента-новичка. Опытный турагент по окончании курса станет просто гуру. Переходите по ссылке на экране или в описании к видео на страницу записи на курс. Подписывайтесь на мой инстаграм. Можете заглянуть на аккаунты компании. В связи с запуском Академии в них изменится политика, но уже сейчас вы найдете там много полезной информации. Благодарю за внимание и желаю всем здоровья, мира и благополучия! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова